Здравствуйте, дамы и господа! Добро пожаловать в будущее! 2021 год был годом больших достижений для проекта струнного транспорта. На легкой линии в Шарджа тропический Юникар совершил первые поездки с пассажирами на борту. В центре UST Inc. в ОАЭ началось строительство четырех анкерных опор для первых тяжелых трасс. На новых трассах струнный транспорт впервые покажет скорость свыше 150 км в час. В ОАЭ прошла сертификация струнного транспорта. Международные эксперты подтвердили, что технология соответствует мировым требованиям надежности, безопасности и долговечности. Сертификация помогает проекту выходить на новые рынки и упрощает сотрудничество с заказчиками по всему миру. В Шарджа также прошли первые испытания грузового струнного транспорта. Осенью легкая трасса в центре испытаний получила разрешение властей Эмирата на демонстрацию и тестовую эксплуатацию. Выставочная версия высокоскоростного струнного транспорта теперь находится в специальном павильоне центра UST Inc. в Шарджа. В конце года изобретатель струнных технологий Анатолий Юницкий объявила подписание первых четырех контрактов на адресные проекты. Это лишь часть масштабных достижений, которые помогают струнным технологиям выйти на мировой рынок. Это лишь начало прогресса, частью которого может стать каждый. Ну как вам, дамы и господа? Присоединяйтесь к нашему будущему. К нашему общему будущему, которое мы творим вместе, народом, на всей планете, общими усилениями. Ради блага всего живого на нашей планете. Добро пожаловать! С вами компания Sky World Community. Объединение единомышленников, объединение здравомыслящих, разумных, мудрых и любящих людей, которые действительно умеют изучать информацию, разбираться в ней, передавать ее и объединяться вместе с такими же людьми, у которых душа нацелена на рай на нашей планете. И этого рая мы достигнем с вами с помощью экологических технологий эко-мира. А начнем с транспорта. Потому что это самая актуальная технология, самая актуальная наша дечащая технологичная – транспорт, который дает нам возможность развиваться такими большими и быстрыми шагами. Мы входим в будущее, и это будущее создают обычные люди. Тем самым около полумиллиона человек объединились вместе для того, чтобы изменить, произвести революцию в мире. Эволюцию транспорта, но революцию в том, какой уклад жизни у нас будет в существующих городах новых и между ними. И в этом успехе мы действительно почти завершили наш проект. Уже 14 этап из 15 реализуется, представляете? Без государств, без крупных корпораций, банков, только люди. Только люди ради своего же блага и блага всего живого на нашей планете вместе с Анатолием Эдуардовичем Юницким, гениальным ученым, совместно дошли уже до финальных этапов нашего проекта. И сегодня вы узнаете больше об этих успехах и о том, как ускорить их и стать частью такой великой эволюции и, можно сказать, даже технологической революции. И, конечно же, за час у меня не получится рассказать вам всю информацию, либо придется говорить очень-очень быстро. Но поскольку у вас есть и свое время, и вы можете дополнительным изучением узнать еще больше и именно того, что вам вас интересует, я думаю, вы найдете по этому проекту всю важную информацию именно в этом интервью. На YouTube. Интервью с Анатолием Юницким об итогах 2021 года. Там вы узнаете много деталей о прошлых годах, о нашей позиции сейчас, о том, что пришлось преодолеть и насколько здорово сейчас двигаются наши дела, особенно в Объединенных Арабских Эмиратах и в тропическом мире. Потому что первых четыре адресных проекта уже пошли. Коммерческие проекты и контракты. Это то, чего мы ждали. Именно для этого мы сертифицируем всю эту технологию. И весь процесс этой сертификации остался 14-15 этап. Так что вместе мы сила. Вместе мы смогли сделать так много, хотя еще пять лет назад многие люди даже представить себе не могли, что подобный транспорт чисто физически может существовать и перемещаться. И мне также казалось, что это невозможно, пока я не начал изучать. Меня зовут Артем Курбанов. Я являюсь спикером, партнером и инвестором компании SkyWorld Community. Потому что когда-то изучал альтернативные виды доходов и думал, как сделать этот мир лучше. Только не в масштабах дома, района или города или страны, а в масштабах всего мира, всех континентов. И начал изучать. И понял, что люди, как появлением интернета, начали объединяться. Начали объединяться в действительно большие, мощные, сильные сообщества. И вместе со своими единомышленниками создают гениальные проекты. Фантастические технологии. И владеют же ими. Их развитие идет миру благо и людям благо, потому что они развили что-то, что очень было необходимо. И это актуально. И в итоге оказалось, что таких проектов очень много. Но только некоторые из них действительно настолько актуальны, чтобы вкладывать в него свое, ваше время. Ваше свободное время. Но это что-то настолько важно, что туда ваше время вы с удовольствием хотите уделить. Вот таким способом, проверкой, взвешиванием я нашел из сотен проектов самый актуальный, самый полезный, самый активный. Действительно то, что нужно, без растрат, с разумной логикой использования как ресурсов нашей планеты, так и времени. И сегодня я с удовольствием расскажу вам о нем больше, потому что на моих глазах из маленького проекта чертежей мы имеем огромную международную компанию, которая сулит действительно прорыв в технологиях и в жизни человека в общем. Ну и конечно же, вы должны понимать, зачем вы перенимаете эту информацию. Куда вы ее, в какую коробочку можно сложить. Представляете, все, что вы видите сейчас на экране, те самые разные коробочки нашей жизни, разные сферы, которые мы можем улучшить, все они могут быть улучшены с помощью компаний SkyWorld Community и экологических технологий Анатолия Эдуардовича Юницкого. Поэтому если хотя бы один из этих побуждающих факторов вам откликается, вы точно потратите время и не зря. Усаживайтесь поудобнее, расслабьтесь, будьте внимательны и наслаждайтесь будущим, которые такие люди, как вы и я, создают сейчас на нашей планете. Ведь нас 8 миллиардов человек, и мы самая влиятельная сила на этой планете. Хотя мы всего лишь один вид из 12 миллионов видов живых организмов. Просто мы самые влиятельные. Но это дает нам и самую большую ответственность. И перед тем, как мы начнем рассматривать, в чем же уникальность такого транспорта и почему он нужен всем, и почему именно люди, а не какие-то государства или корпорации, изначально это развивают, Я бы хотел вам чуточку зачитать, зачитать то, насколько полезным оказался наш проект, какие люди его продвигают, какую компанию мы вместе создали. Прошу внимания на экран. Это наш веб-сайт. Это веб-сайт нашего личного кабинета. И здесь мы видим потрясающую статью. Потому что в Белоруссии произошел прорыв. Компания-разработчик струнного транспорта признана научной организацией. Это что тогда значит. Сейчас вы узнаете немножко больше. Компания-разработчик струнного транспорта прошла аккредитацию в Национальной академии наук Белоруссии и в Государственном комитете по науке и технологии. Это позволило компании получить статус научной организации. Отметим, что компания-разработчик струнного транспорта проходила аккредитацию впервые и сразу получила почетное звание. Молодым коммерческим организациям не удавалось сделать это с апреля 2019 года. А сейчас уже апрель 2022. Полученный статус будет действовать в течение пяти лет. Просто так подобные статусы не выдают. Свидетельство стало результатом кропотливого труда, активной научной деятельности, учета в работе, нюансов законодательства и на финальной стадии процедуры защиты в Академии наук. Вот только некоторые научные достижения компании. На предприятии работает 11 кандидатов наук. Пять сотрудников имеют ученое звание доцента и более десяти преподают в вузах страны. Это только маленькая частичка. За пять лет сотрудники компании опубликовали более сорока научных работ, ста статей и пяти книжных изданий. Также за пять лет получены 95 документов на объекты права промышленной собственности. С 2019 по 2021 год зарегистрированы 20 евразийских патентов на изобретение. И в 2020 году впервые получен европейский патент, а в 2021 два китайских. То есть мы расширяемся на всю планету, а не где-то точечно, только где у нас полигоны. В 2021 году проведена государственная регистрация пяти научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ. В ноябре 2020 года аккредитован собственный испытательный центр. И при содействии компании проведены три международные научно-технические конференции. Перспективы развития научной деятельности компании связаны с дальнейшим развитием и внедрением технологии струнного транспорта, а также реализацией адресных проектов, коммерческих проектов в различных странах. Вот такое свидетельство, дамы и господа. И это лишь один из сотен документов, которые у нас получилось, так скажем, заслужить своей работой, своим развитием. И что показывает, то ту серьезность, с которой мы продвигаем нашу прекрасную технологию, с теми возможностями, которые даст нам эта технология, ведь она уже почти возле самого завершения. Ну что ж, с этой прекрасной компанией, которую мы создали с вами вместе, которую мы снабдили наилучшими, наилучшими кадрами, Конечно же, Анатолий Эдуардович серьезно смотрит на состав работников, который создает такую серьезную технологию. Здесь нет прав на ошибку. И здесь все самое лучшее. И как вы видите, это действительно лучшее, что мог придумать человек. Отдать всю поверхность Земли людям, флоре, фауне и человеку, а весь транспорт переместить на второй уровень. Но, если рассматривать только транспорт, это здорово, но весь масштаб приходит, когда вы рассматриваете весь Экумир. Ведь весь Экумир – это технологии, которые разрабатывал более 40 лет гениальный ученый и справился с этим. Сейчас мы просто их реализуем. Мы начали с первой, самой актуальной, самой земной, самой маленькой и самой понятной. Но, еще раз повторюсь, самой актуальной, потому что она внесет такие изменения, что в устройство городов, устройство мира, устройство жизни человека, так и в саму компанию, чтобы можно было развивать следующие технологии с большей легкостью. Ведь философия Unisky Stream Technology, философия Анатолия Эдуардовича – сделать рай на нашей земле. Тем не менее, поскольку мы техногенная цивилизация, не отказаться от наших технологий, мы без них уже не можем, но сделать их чистыми, сделать их экологичными, чтобы мы могли пользоваться своим детищем, тем, что нам очень полезно, где угодно. Особенно там, где мы сами живем. Для этого нам нужны чистые технологии. Ну и, конечно же, хочется уже начинаться, двигаться в будущее, в чистые города. В чистые города, где безопасно, где чисто, где вкусно. И это все предлагает Анатолий Эдуардович. Стоит только поизучать. И уже после завершения 15-го этапа этого проекта мы всей компанией, всеми партнерами и инвесторами данной технологии докажем миру, что объединение работает, что люди совместно могут создавать планетарные технологии, идти в планетарные положительные изменения. То, что подобный способ передачи информации, как сейчас у нас с вами, мы можем сидеть каждый в своем городе, в своей стране, тем не менее делиться информацией. Вы можете задавать вопросы в чате, либо писать на корпоративную почту. Я могу вам с удовольствием отвечать. Как здорово, что у нас есть такая возможность делиться. Делиться, дарить, облагораживать, цвести и радоваться жизни. И эта технология позволит нам приблизиться к этим прекрасным целям, которые являются желанными для каждого. Эта технология, которую смогут создать люди, будет оптимально, эффективно и безопасно для всего живого на планете, не только для человечества. И это заявляет гениальный ученый. Ученый и изобретатель. Автор более 200 научных работ, более 150 изобретений, более 20 монографий. Причем в сферах и строительства, и транспорта, и машиностроения, и электронной, и химической промышленности. Человек, который уделил всю жизнь науке для того, чтобы понимать, как работает наш мир. И как жить с ним, сообща в благополучии и изобилии. Этот человек создатель космических и геокосмических транспортных систем, а также ряда транспортно-инфраструктурных проектов на основе струнных технологий. Огромный запал у этого человека. Невероятная сила. И еще более невероятные знания. Потому что как вместить в одном человеке такое количество умений, знаний и пониманий? Уму непостиживо. Но мы, так скажем, добавляем всем миром людей, которые способны понимать его и делать эти положительные изменения в мире. И в данный момент их уже много. Совместно у нас получается проходить главную задачу. Получение сертификатов. То есть главная задача это создать, продемонстрировать, испытать и просертифицировать технологию. Самое главное это сертификаты, с которыми у нас успешно идут дела. Причем и в Белоруссии, и в Объединенных Арабских Эмиратах. И все на государственном уровне. Потому что Анатолий Эдуардович знает, как просертифицировать данную технологию, чтобы мы могли ее использовать в любом уголке нашей планеты. Там, где необходимо будет наши транспортные средства, мы сможем их там построить. А наши технологические возможности дают возможность строить их где угодно. В вечной мерзлоте, в минус 50, в плюс 60, в гористых местах техноплатта, возле островов и каньонов и рек. То есть полностью гибкая транспортная система, которая не приносит вреда и приносит пользу. Нужна ли такая технология людям, как вы думаете, на планете? При том, что она строится быстрее всего, легче всего, уже по отработанной технологии, занимает минимально Земли и минимально ресурсов планеты. А характеристики дает как можно больше. Кто-то скажет, да нет, невозможно, трудно поверить. Именно для этого мы и проходим сертификацию. Именно для этого все задачи по реализации данного транспорта и данной технологии были прописаны и разделены на 15 этапов. И в этих 15 этапов было вложено все, что нужно сделать для того, чтобы технологию можно было строить по всему миру. Потом посчитали, сколько это приблизительно необходимо средств, чтобы это сделать. И далее распределили все средства по этим этапам. Сколько в каждом этапе необходимо. И таким образом, по чуть-чуть представляя, Анатолий Эдуардович из компании SkyWorld Community предоставляла людям, что они собираются делать, зачем они собираются сделать и какие у них успехи по уже сделанным делам. И таким образом люди смотрели, компания работает, компания делает. Давайте посмотрим, что будет дальше. Кто-то решил поддержать, кто-то решил рассказать другим. И таким образом мы шаг за шагом прошли первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой этап, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый этап, тринадцатый и четырнадцатый этап, на котором мы сейчас находимся. Из 15. То есть, представляете, люди, глядя, доверяя, но проверяя, объединились с разных уголков, с разным менталитетом, на разном языке, с разными пониманиями, но с одинаковой душой, для которой, видимо, жизнь и процветание будущих поколений важны. Чтобы наша планета цвела и пахла, важно. То есть, есть какие-то общие понимания, которые нас стянули вместе. И вы понимаете, не 50 человек и не 50 тысяч, а полмиллиона человек со всей планеты. Надеюсь, это добавит вам интереса, так скажем, посмотреть еще чуть больше после этой нашей встречи на эту технологию и этого ученого. Потому что я вас уверяю, как только вы увидите другие технологии, которые представляет для нас Анатолий Эдуардович, вы не сможете отказаться. Вы, возможно, сядете смотреть в свободное время какой-то художественный фильм, там, например, фантастику, а в голове у вас будет понимание, что да какая фантастика, у меня здесь прям фантастика происходит. Мы скоро чуть ли не по небу летать начнем с помощью закрывающих технологий, которые нас освободят. И дадут скорость 500 километров в час перемещаться между городами. А в будущем мы передвижение в фарвакууме до полторы тысячи километров в час. Причем это не в дальнем, не в далеком будущем, а в ближайшем будущем. Стоит только поизучать, и вы поймете, что мы на пороге действительно революции. Экологической, технологической, инновационной революции. И самое главное два направления, которые я хотел бы отметить. Мы можем построить пассажирские перевозки и грузоперевозки. С помощью пассажирских перевозок мы сможем не только новые города строить и связывать наши города, но, представляете, технология настолько гибкая и разумная, что ей можно будет уже существующие города привести в полный порядок. Построить новые маршруты не в зависимости от инфраструктуры, потому что данная технология может внедряться куда угодно. В любой уровень, на любую высоту, поперек квартала, по диагонали квартала, под любым углом над кварталом, над домами, над реками, над озерами, сквозь высотки, сквозь дома. Полная гибкость данной технологии позволит за минимальный ресурс, за минимальное время дать огромную пользу. Сделать так, чтобы мультимиллионники, там, где люди по 2, 3, 4 часа в день могут в пробках отстоять, перестали стоять в этих пробках, потому что их нет, потому что начали люди выбирать со скоростью 150 км в час, по городу, без остановок и без пробок, можно сказать, перемещаться в нужное им место. И не брать свой автомобиль, не тратить на амортизацию, на топливо, на парковку, а воспользоваться тем, что разумней, тем, что лучше, тем, что удобней. Конечно, до того, как это расширится, эти пути, и прям можно будет в один транспорт сесть, и по многим путям, или в разные города, необходимо небольшое время. Но за 21 век есть возможность построить около 25 миллионов километров дорог наших, с максимальной экономией ресурсов нашей планеты. И представляете, если рассматривать весь транспорт, который есть сейчас, он приносит, кроме пользы, вред. При том, что у нас сейчас 8 миллиардов, и большинство пользуется автомобилем, он приносит огромный, колоссальный вред. И стал уже не только полезен, но и вреден. То есть вреден настолько, что он перестает быть вообще актуальным. То есть люди выезжают на работу, на своем транспорте, и понимают, что они потеряли по деньгам, по времени и так далее. И в следующий раз оставляют. Я видел это в Лос-Анджелесе уже. Когда люди не пользуются своим транспортом, говоришь, да мне гораздо быстрее и проще добраться до автобуса, доехать до нужного места, никуда не ставить, не парковать, не тратить времени, деньги, сделать свои дела и приехать назад. Он говорит, у меня машина стоит, стоит в гараже, просто потому что она невыгодна. У них нет места, куда ее поставить, и слишком большие пробки. То есть люди переходят даже на обычный автобус, при том, что у них есть автомобиль. Потому что логистику в городах начинают делать более разумно. Так много знаний у нас. Google Maps, спутники. Мы видим, все, можем рассчитать. На каждом автобусе есть там чуть ли не количество людей, сколько где проходит. То есть мы можем все это взвешивать. Огромное количество статистических данных. И представляете, вся наша технология сможет делать это практически самостоятельно. Собирает всю необходимую информацию, и мы сможем ее модернизировать именно так, как ей необходимо. Но самое главное, что нужно усвоить, то, что любые города, не только старые, но и не только новые, но и старые, мы сможем прийти на помощь, помочь им, и сделать, кажется, в тупик завели город. А нет. Его действительно можно изменить. Можно изменить в лучшую сторону. И для этого Анатолий Эдуардович понимал, что есть разные города, есть разные заказчики, есть разный пассажиропоток. И где-то нужно монорельс, то есть совсем маленький поток. Где-то нужен перельсовый транспорт, для того, чтобы, так скажем, передвигать сразу большее количество. Где-то даже будут перельсовые, подвесной и навесной и составные транспортные средства, например, как юнибусы трехсекционные, двойные, именно, перельсовые. Либо это может быть по 25 человек в 8 транспортных средств сбитых вместе. Там, где нужны сотни тысяч пассажиров в час пропускная способность. И все, что вы видите сейчас на экране, это уже сделано в железе. Всего 12 видов транспорта мы сделали чуть более, чем за 5 лет. И большая часть ее просертифицирована. Кроме этого еще и заводы. Кроме этого еще и сами трассы. Хотя, и все это меньше, чем за полмиллиарда. Хотя от 1 до 2 миллиардов и от 5 до 10 лет стоит производство, создание и вывод на рынок всего лишь одного автомобиля. Уже для существующих дорог. Мы сделали, получается, где-то в 15 раз больше. За это же самое время. За меньшие средства. Вот что значит работать под руководством гениального ученого, у которого все просчитано и все продумано. Таким образом, он разработал все виды трасс под любую необходимость. Под разные температуры, под разную пропускную способность пассажиров, либо грузов, какие-то тяжеловесные, какие-то легкие. Ну и, конечно же, для пассажиров это главное, сколько мест в данном транспортном средстве. Например, Univind, тут два места, но он может передвигаться по колтюбинговой трубе, то есть специальное исполнение. И трасса будет настолько легкая, ажурная, но при этом эффективная, что минимум ресурсов для построения подобной трассы, например, для маленьких деревней, чтобы люди могли перемещаться сами и перевозить свои грузы, ресурсов будет затрачено мизер, самый минимальный. И уже сейчас мы видим 400 метров, уже то, что просертифицировано, между опорами. То есть представьте, трос 400 метров и ничего, он никак не соединен с землей. То есть таким способом можно перелетать все реки, озера, все дома, овраги, куда угодно. То есть нам нужно вот в эту направлении дорогу, мы ее берем и строим. Нам не нужно куда-то выходить, вверх, вниз что-то. Мы прям строим прямо так, как нам нужно. Можно сказать, срезаем, как будто мы летаем. Только делаем таким образом. И представляете, здесь может быть до 2000 метров между опорами. 2000 метров. То есть получается на этих 2000 метров землеотвод нужно как тропинка, пешая, маленькая, узенькая, чтобы поставить промежуточные или анкерные опоры. Все остальное время, все остальное место полностью свободно. Оно живое, мы его никак не тронуем. Вот такие даже технологии. То есть это в десятки, если не в сотни раз меньше затрат и по времени, по ресурсам, а эффективность очень высокая. Такой же юнибайк до 150 километров в час и есть, так скажем, прогулочный транспорт внутри города. Он может быть частным транспортом для тех, у кого, например, два члена семьи. Но, опять же, мы изначально будем, скорее всего, пользоваться ими как от государства. То есть государства или думы для своих городов будут покупать. Скажем, нам нужно вот здесь вот сообщение. Они закупают одну, две, три, четыре трассы, получают проект. То есть к этим четырем, например, трассам они закупают 200 видов транспорта. Такой, 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 такой. На эту трассу большой пассажиропоток юнибусы маленькие, на другой, например, юнибусы большие трехсекционные, все передвигаются со скоростью 150 километров в час. То есть юникары, юнибусы, все именно под ту необходимость, которая есть в данном городе, на данной ветке. А в будущем мы сможем уже сами покупать как для себя подобный транспорт, модернизировать его именно под нас, как мы уже улыбались, что можно будет в будущем сделать здесь, купить себе юнибус, поставить туда джакузи. Это для очень занятых людей. И с встречи на встречу расслабляться, пока ты едешь в другой город или там в юнилете 500 километров в час. Перемещаешься на другой конец планеты, успел передохнуть, распариться, помыться и подготовиться к новой бизнес-встрече. Вот. Ну, это, конечно же, юмор. Хотя, кто знает, как у нас продвинется с данным транспортом. Ведь все время в данном транспорте наше. Чем хороши такие технологии? Тем, что она закрывающая. Там нет практически человеческого фактора. Огромным участком, сотнями транспортных средств может управлять один человек. И один у него на подстраховке. Мало ли с ним что-то случится. По факту все делает сама система. Это искусственный интеллект. Это полуандроиды. Это машинное зрение окружающее. Это множество датчиков внутри. Около 250 внутри только находятся для полной безопасности и комфорта пассажира. То есть это суперробот. Суперполуандроид, который выполняет наши необходимости. Действует как закрывающая технология и полностью выполняет все, что нам необходимо самостоятельно. То есть он освобождает нас. Как минимум мы едем отсюда, не знаю, от Минска до Москвы за 4-5 часов со скоростью 500-600 км в час. Мы все это время свободны. Мы хотим работаем, хотим отдыхаем, хотим читаем, хотим расслабляемся, отдыхаем. Но наш юни-лет с фантастической скоростью и потрясающим видом в 2000 раз безопаснее, чем автотранспорт, несет нас именно в ту точку, куда нам необходимо. А у нас есть время для того, чтобы творить. Есть время для того, чтобы быть творцами, потому что у нас есть свободное время, которое мы можем распределять именно так, как мы хотим. Здравствуйте. В прибывший раз вас приветствовать, а мы продолжаем. Транспорт пассажирский – это, конечно, большое дело. Это очень полезно, это очень здорово, это даст огромные возможности людям. Но в наших руках при поддержании, при этом рвении сделать нашу планету лучше с помощью инновационных экологических технологий, мы, получается, на себя возьмем очень важную сферу деятельности в нашем мире. Сейчас в аэропотреблении, когда товары настолько значимые и пересылаются со всех стран в любую точку планеты, мы со временем сначала поможем, а потом со временем переймем практически весь грузооборот планеты. То есть самый дорогостоящий бизнес в мире, самый прибыльный бизнес в мире и самый коррумпированный бизнес в мире. Что мы тоже понимаем, за последние 5-6 лет развития я увидел много чего, потому что действительно некоторые технологии не хотят развиваться, это дорого стоит. Люди хотят получать свою прибыль от уже работающего транспортного бизнеса, а наша технология покажет, что все транспортные бизнесы необходимо либо очень серьезно модернизировать, либо оставлять и переходить на струнные технологии. Поэтому, конечно же, многие владельцы и совладельцы транспортных и грузоперевозочных компаний не очень довольны развитием нашей технологии. Но, дамы и господа, согласитесь, нет необходимости это неразумно, останавливать прогресс, который нам так сейчас необходим в транспорте, из-за того, что кто-то может потерять свою работу. Например, тот, кто целую жизнь сидит только за рулем и только водит. Это большие умения, большие знания, это опасная работа. И не было такого бы мира, который есть сейчас, если бы не было подобных водителей. Но это слишком простое умение сейчас. Так скажем, рынок этим переполнен. У нас есть гораздо много и гораздо более важные знания, которые сейчас необходимы этому миру, которые можно изучить и передавать. Либо, так скажем, как-то себя проявлять через эти знания, улучшая этот мир. Поэтому многие, многие работы, они, конечно же, уйдут, передав время новому. Кто-то когда-то занимался пейджерами. Но сейчас же мы не ходим с пейджерами. Мы выбрали то, что более полезно, то, что более удобно, то, что лучше, то, что приносит нам больше пользы. Именно таким способом. Сначала наши транспортные системы придут на помощь, а потом люди просто выберут их, потому что это самое разумное. Ведь дороги-то строят на чьи средства? На средства налогоплательщиков. То есть на наши средства. И в скором времени мы сможем решать действительно, что нам не нужна здесь скоростная железная дорога, которая будет, можно сказать, жрать 12 литров в среднем. Топливо, если перевести в жидкое топливо, эквивалент, 12 литров на человека на 100 километров. На человека на 100 километров. А у нас получится меньше литра. При большей скорости, при большей безопасности, при большей конструктивной пользе. И без всякого вреда окружающей среде. То есть супер уникальные понятия. Вы можете сказать, что слишком сладко звучит? Да, дамы и господа, более 20 лет конкретно именно этот самый маленький проект транспорта разрабатывался и модернизировался. Тут мы некоторые только первый раз слышим о том, какие бывают в транспорте части, стороны и что можно улучшить. А здесь ученые с мировым именем более 20 лет конкретно работали по улучшению и доведению до идеала транспортной технологии, который может перемещать с одного на другое место грузов и пассажиров. И он довел ее до гениального уровня. Ну представьте, как создать технологию, которая может перенять на себя самый дорогостоящий и прибыльный бизнес в мире. При том, что он его улучшит, сделает чище, безопаснее и эффективнее. Вот такой вот Анатолий Эдуардович. Как только вы познакомитесь с этим мужчиной, с его работами, с ним как с ученым, вы точно не сможете остановиться, потому что это единственный человек на планете сейчас, у которого есть представление, понимание и доказательство, куда нужно двигаться и что нужно делать с конкретным планом, чтобы человечество в будущем прекрасно жило и развивалось. Хватит только его технологии, его эко-домов, линейных городов, эко-поселений и новой энергетики, где нам более чем на 5000 лет хватит всей планете энергии вдовы. Дамы и господа, стоит только поизучать. Ну и, конечно же, грузоперевозки, они будут разные, они будут и в вечной мерзлоте, и в полной жаре, и от морских портов, и от складов, и с одной стороны в другую. Каждое направление проработано. И сыпучие грузы, и жидкие грузы, и штучные грузы, и огромные контейнеры, и морские контейнеры, и маленькие, большие, 20-40-футовые. В данный момент как раз строится трасса, и тестируется транспорт, который сможет перевозить подобного рода контейнеры. И что-то мне подсказывает, что мы именно в тропическом исполнении это первый раз увидим, потому что пока я именно в Шарже, в Объединенных Арабских Эмиратах, видел, как подобное транспортное средство только подвесное перевозит, грузоперевозки. И сбоку написана вещь, которая значима для всех совладельцев либо работников грузоперевозочных компаний. Один доллар за 100 тонн на километр. Это цена перевозки, и это эти возможности с этой скоростью. Это ноу-хау в мире грузоперевозок. То есть мы конкретно заявляем, и даже тот, кто не интересовался, и у него было все нормально, он остановится и посмотрит, что же это за технология, которая может предложить такие характеристики. Это будет бум. А самое главное, что все, кто являются совладельцами данной технологии, кто увидел в ней пользу, уделил немножко времени, чтобы разобраться, зачем она нужна и как она развивается, они будут получать дивиденды от прибыли, от всего. От каждого адресного проекта, от каждого транспортного средства, от каждого трассы, которую мы построим. Можно сказать, от каждого килограмма, тонны пассажира, от каждого билетика, который будет по всей планете. Мы с вами запускаем как бы самую пользу, но, дамы и господа, честно сказать, это хоть и венчурный проект, но если вот как мы так успешно идем, вот мы уже 14 этап, уже завершаем, вот, и видя, я катался на разных видах транспорта, я виделся, так скажем, с разными, так скажем, мощнейшими партнерами со всей страны, которые кто-то мастер в юриспруденции, кто-то инженеры, технологи, то есть каждый профессионал в чем-то своем, и они все как один говорят, что это технология. И в моей сфере, в которой я профессионал, и в других, у кого я не спрошу, она везде уникальна. Нет ничего подобного. Нет ничего более рационального, разумного и необходимого сейчас нашей планете, чем подобная технология. И всем этим можете совладеть вы. Любой человек, абсолютно любой, так же, как и сейчас полмиллиона человек, более чем из 200 стран, являются совладельцами данной технологии. То, что вы увидели сегодня, это все построено на средства людей, которые настолько уже выросли, что улучшают пространство не только внутри себя, внутри своего дома, своего города или своей страны, своего континента, а для всей планеты, для всего человечества. То есть просто уделять, когда вы чувствуете в себе настолько большую силу, что вы один из хозяев нашей планеты. И вы берете не только, что у «моя планета», и ответственность за это вы тоже берете, чтобы она была чистая, чтобы у нее было светлое будущее, чтобы мы действительно райский сад могли передать своим детям и внукам. Для этого сейчас необходимо постараться. Наряду с тем, что есть люди, которым абсолютно нет дела, до этого мира. Я встречал не одну сотню человек, которые, глядя в глаза, абсолютно спокойно сказали, да после нас хоть потом. Моя жизнь закончится, и все. И без разницы. Мне даже без разницы, в каком мире будет жить мой ребенок. То есть я дам ему сейчас, что от меня зависит до 18, а дальше гуляй в Аси. Ты думаешь, боже мой, мы на одной планете живем. Как может различаться такое вообще видение и чувствование планеты? Но, видимо, к каждому в свое время придет его мудрость. Радует, что полмиллиона человек, как минимум, уже по уровню своей мудрости, не договариваясь, объединились, нашли это общее дело и настолько успешно его производят. Все грузоперевозки, все пассажироперевозки со временем смогут перейти на струнные транспортные системы. Мы увидим, насколько быстро это будет делаться. Потому что это не строить железную дорогу. Железную дорогу 150-200 лет назад в сутки кирками и лопатами строили по 30 километров в день. В сутки 30 километров. Представляется, что мы сейчас можем с роботами? Тем более, что эта технология еще проще и устанавливается гораздо легче. То есть заселение новым видом транспорта, как только покажется статистика первого проекта и люди увидят, насколько это выгодно, разумно, благополучно для людей, для экономики, для развития страны, будет очередь в сотни тысяч адресных проектов. А у нас главная задача будет только расширять новые заводы, чтобы успевать сделать эти проекты. Слава Богу, мы сейчас в Арабских Эмиратах развиваемся, Unisky Stream Technology Innovation Center, прямо напротив американского университета в Шарже, где учатся 50 тысяч студентов. Мы как раз несколько месяцев назад проезжали вокруг с чешской делегацией, и я делал небольшую экскурсию о том, как там все устроено, потому что это действительно огромный центр SRTI Park, где только инновации, только лучше, только самое передовое развивается, и создаются такие же мастера, такие же великие умы. То есть там у нас, в этом университете, который прямо через дорогу находится, они будут совмещены с помощью струнных транспортных систем, и будет кафедра, которая будет создавать специалистов высокого класса для разных уголков планеты, которые смогут продвигать нашу прекрасную технологию. Интересна она многим. И технологиям, и технологам, и владельцам разных компаний, и владельцам разных корпораций, государствам, потому что эти государства смогут изменить уровень развития, дадут своим людям абсолютно другие возможности. Нам есть возможность возглавить это. вместе с Анатолием Эдуардовичем Винницким. Потому что лишь только через год-два мы закончим плюс-минус. Я не знаю точно. Я не провожу даже. Я стараюсь делать все, что я могу для помощи, но я не строю сами пути, сами транспортные средства, или не ставлю анкерные опоры. Но уже в самое ближайшее время 15-й этап мы завершим. Потому что мы все равно сначала соберем финансирование, получается, а еще нужно будет какие-то действия сделать по особенно скоростной трассе, которая 500 км в час сможет передвигать нас между городами. Мы подобным образом сможем переместиться, переместить свое внимание и силу с проекта, который уже вышел на самофинансирование. То есть, смотрите, мы заканчиваем 15-й этап. Эта компания больше не требует никакого финансирования. Она уже самостоятельная. У нее есть все мощности. У нее есть предзаказы. Она берет заказы, она их сделает, получает прибыль. На прибыль отдает часть дивиденды, часть на развитие компании и дальше. То есть, мы дальше уже расширяемся. То есть, помощи компании уже никакой не нужно будет. Она уже будет приносить пользу миру и тем, кто ее создал. Ее создателю и ее совладельцам. Нам с вами. А у нас освободится время, при том, что мы получим огромную капитализацию. Мы получим огромные... Мы уже будем начинать получать дивиденды сразмеримо наших долей. Все это начнет развиваться. Это одна из самых крупных компаний будет на планете вообще из того, что мы с вами создаем. И мы сможем передвигаться к следующим проектам. Проекты экологических домов, которые сами себя обеспечивают. Проекты устойчивых поселений, которые не зависят ни от кого, от мира, а могут полностью сами себя обеспечить всем необходимым. Теплом, электричеством, светом, питанием полноценным, здоровьем и пространством для творческого созидания этой жизни и духовного роста. Линейные города и экопоселения. Будущее еще больше. Способ разумного расселения человека, так, чтобы он не зависел от окружающей среды и имел все необходимое на своей территории. От тысячи до пяти тысяч человек. Такие вот поселения. Которые могут создаваться и собираться в линейные города, где вы можете передвигаться из одной точки в другую точку, либо без пересадок, либо с пересадками. С помощью подобных линейных городов Unisky Stream Technology могут быть сооружены как в горах, так и в пустынях, в заводненных территориях, со сложным рельефом, с простым, на морском шейфе. То есть вы сможете с помощью данной технологии, и любая страна сможет с помощью данной технологии заселить абсолютно любой кусочек, уголочек своей прекрасной страны. И при этом вместе с транспортной инфраструктурой притянуть туда сразу еще две инфраструктуры. Потому что, например, внутри берельсового транспорта, вот, скажем, подобного, где наполнитель, вы видите, там может стоять еще труба, внутри которой будет проходить и электричество, и интернет. Представляете? Это три инфраструктуры. Даже куда мы сейчас не можем добраться, просто мы приезжаем туда, строим трассу до туда, и у нас сразу есть и интернет, и электричество, и транспорт. Все самое важное и необходимое для того, чтобы спокойно развиваться в новом месте. Струны. И именно струны являются основным технологическим элементом. Именно струна дает такую возможность. Натяжение струн дает нам прямой путь. То есть мы натянули струну, а у нас появилась дорога. И Анатолий Эдуардович сделал идеальные транспортные средства, чтобы по этой дороге безопасно и очень быстро запускать. Хотя это всего лишь пучки струн. В специальном корпусе с наполнителем и стальная головка рельса, по которым идет стальное колесо. С самым высоким коэффициентом полезного действия. Это один из видов, так скажем, вариант полужесткого струнного рельса. И они могут быть разными. Как я говорил, под разные задачи. Хотите жесткий рельс, максимальный для самого тяжелого, подвесного и навесного транспорта. Либо полужесткий рельс, моно, либо гибкий рельс, либо, как мы показывали вам, колтюбинговую трубу для Юнивинда. То есть Анатолий Эдуардович сделал тот транспорт, который может не только работать для маленького количества людей, но и готов масштабироваться. Не для маленького груза, а может масштабироваться. Может выполнять маленькие груза, может огромные выполнять. Может строиться в холоде, может в тепле. Может на воде, через воду, на врагах, в гористых местностях. То есть он продумал абсолютно все участки нашей планеты. И как он говорит, ну мне необходимо было создать такую гибкую технологию. Потому что если закрыть глаза и крутануть глобус, и поставить палец в любую точку, там тоже будут транспортные проблемы. То есть везде на нашей планете будут транспортные проблемы. С помощью подобной логики человек действительно изобрел то, что подходит куда угодно, в любую страну, в любую территорию. Мы можем сделать это лишь просто быстрее. И с помощью того, что это технология с полуандроидами, мы можем, так скажем, вывести ее на самый разумный и эффективный уровень. Пауза между транспортными средствами будет минимальная. Одни люди зашли, транспорт уехал, подошел новый, потому что он работает самостоятельно. Он понимает, сколько людей его ждут на станции, куда ему передвигаться, как ему двигаться самостоятельно. То есть этот транспорт, полуандроид, он может все решать самостоятельно, потому что ему уже загрузили все эти необходимые задачи, как это выполнить. и причем провозная способность, пассажирская, она невероятно большая, чем может похвастаться, наверное, только метро внутри. Только сколько стоит подземное метро с дорогостоящими земляными работами, опять же, построенными и сделанными за наши с вами средства. Или легкий ажурный транспорт, который полезнее, быстрее и эффективнее, а главное еще экологичнее и безопаснее. То есть таким способом за минимальные ресурсы мы делаем самое полезное. Единственное, почему это делают люди, потому что у кого-то есть его бизнес, который приносит огромную прибыль, и он не хочет ничего менять, потому что это уменьшит прибыль. А здесь мы берем сразу технологию, принципиально которой лучше уже не будет. Модернизации будут. Мне кажется, если я не ошибаюсь, сейчас уже пятое поколение струнного транспорта Анатолий Эдуардович, так скажем, выводит и модернизирует. Но другой транспорт, он нигде и никак даже близко не стоит к такому, вроде как простому. Хотя, если вы задумаетесь, дамы и господа, это транспортное средство не проще, чем самолет с потрясающей аэродинамикой. Это навороченный электромобиль. Мы делаем это на станках по полмиллиона долларов. У нас три завода, которые обеспечены, которые снабжены по передовому слову техники. И там мы делаем high quality продукцию, то есть действительно наивысшего качества. Хотя выглядит это вот настолько просто, но это не проще. Мы можем космическую продукцию делать, запускать в космос, в общем целом, с такой комплектацией. Но, ну, наших заводов. Но мы делаем самое актуальное, самое срочное, наземный транспорт. Точнее будет сказать надземный транспорт. И интеллектуальная система управления действительно выведет это на абсолютно новый уровень. Представляете, что вам кроме телефона для того, чтобы переместиться куда-то, больше ничего не нужно. Вы просто набираете, откуда вы поедете, куда, и сколько вам дадут дойти. И вас уже к моменту вашего приходу подъедет транспорт, заберет вас и быстро понесет именно туда, куда вам необходимо. А вы продолжите заниматься своими делами. Это сбалансированное сочетание известных, проверенных, эффективных технологий и передовые современные методы, связанные с нейронными сетями, цифровым интеллектом, большими данными и блокчейн. Все самое лучшее, самое передовое для человечества. Тем самым и для всего остального, потому что Анатолий Эдуардович Уницкий разрабатывал свои технологии не только во благо человека, а во благо всего живого. И это еще один железобетонный факт, почему именно на этого ученого, который за все свои технологии, а мы сейчас говорим главное про самую первую, самую маленькую, самую земную, самую понятную. За все свои технологии в Братиславе в 2018 году в декабре в Словакии он получил премию мира, потому что его технологии, весь его экономик, это, возможно, единственное будущее, которое нам предстоит создать, потому что другого будущего может и не быть. Если сейчас срочно всем не объединиться и не начать управлять этой планеты народом, а не наоборот, дать в горстке людей права управлять этой планетой и делать с масштабным населением планеты, всем живым, флорой, фауной, человеку, что угодно, я думаю, что все-таки народ, жизнь должна решать, как она будет процветать. И в этом струнные транспортные системы, компания Sky World Community помогает каждому человеку, потому что абсолютно каждый человек может поучаствовать в данном проекте, сделать этот мир безопаснее, внести свою лепту, свой вклад в наш прекрасный рай и сделать из этой планеты рай уже сейчас прижимый. Ведь именно люди, их отношение друг к другу, то, что они делают, куда они кладут свою жизнь, свое время, на создание чего, именно от этого зависит, в каком мире будут встречать жизнь наши дети, будут продолжать жизнь наши внуки. Именно от нас зависит. Аналогов данных технологий нету, просто нету. мы единственные и самые передовые на рынке и останемся сотни лет. Мы закончим этот проект уже очень скоро. Главная задача нашей встречи мне просто познакомить вас с тем, какие возможности есть. И уже дальше каждый человек сам решает, насколько это важно для него, насколько это важно для его семьи, для его будущих поколений, для всего живого на нашей планете, для будущей человечества каждый решает сам. Но я вас уверяю, как только вы начнете изучать то, что изобрел Анатолий Эдуардович Ницкий, его эко-мир, вы поймете, что да в общем целом нет никаких технологий и проектов, о которых вы уже слышали, которые дадут большую пользу кратчайшим путем. поэтому дамы и господа, прошу вас, развивайтесь, интересуюсь. Хочется уже жить совместно в благе с природой, в содружестве, делиться и ухаживать друг за другом, ведь мы можем сделать на этой планете рай с помощью компании SkyWorld Community, которая даст возможность каждому из 8 миллиардов человек уже дает даже в такие непростое время. Любой человек, любая страна, любой континент, любой менталитет, в любое время с помощью компании SkyWorld Community вы можете заниматься созидательной деятельностью, создавать прекрасное будущее на нашей планете, как для всех, так и для себя и для своей семьи. Стоит только поинтересоваться. Зайдите пожалуйста на канал, на сайт new.skyway.com на этом сайте есть все, что вам может быть необходимо для изучения и при этом вас ни к чему не обязывают. Обратитесь к тем людям, которые вас пригласили на данную встречу, либо напишите мне на корпоративную почту, которую вы можете найти в чате, либо пишите вопросы прямо сюда. Я с удовольствием постараюсь найти ответы для вас, но с помощью личного кабинета SkyWorld Community у вас будет вся информация для того, чтобы понять все происходящее самим и поделиться этим с другим. И еще много-много интересного и полезного для человека 21 века. Добро пожаловать! А на данный момент с вами был Артем Курбанов из Латвии Дауберпелса. Я желаю вам быть здоровыми, дышать репже и глубже, как можно больше улыбаться, как изнутри, так другим людям, и чтобы вам было улыбок не меньше. Спасибо за ваше внимание. К компании SkyWorld Community, к подобным технологиям, которые действительно что-то меняют в нашем мире, в нашем физическом, прекрасном, цветущем, материальном мире. И спасибо большое за ваше внимание, потому что внимание – это огромная сила, огромная энергия. И всюду, куда направлено ваше внимание, то и растет. Так что давайте расти вместе. С вами был Артем Курбанов. Будьте здоровы! SkyWorld Community До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok